На горушке Под березой белой Преклоним головушку Без имен на крест Под крестом темпром стенки Ветром упаюканы Спит какой-то молодец Беспроводным сном А в чужом старобушке Все глаза проплакали Спина ожигающих Старенькая мать Ты моя кротирушка Мой сатарик ясненький Отчего так долго ты Не идешь домой Неужели ровненький Больше не увидимся Мне перед могилкою На тебя взглянуть Ах ты, горе-горюшка Выскривана, батышка Все, что не отпущено Ах ты, горе-горюшка Ах ты, горе-горюшка Ах ты, горе-горюшка Преклоняй 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 Голошку Без имен Без имен Вест Под крестом темпром стенки Ветром упаюканы Мы Ветром упаюкан Ах ты, горе-горюшка Ветром упаюкан Назвечит Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, шел после баня, да и все. Что рассказывать-то? Ну как в прошлом году, так же, два раза шел. На будущий год, наверное, опять пойду. Не знаю. Как настроение будет. Ну и иду, короче. Ну, короче, самое. Короче, иду. Ну, настроение такое было нормальное. Ништяк. Солнце светит, это башка сохнет. Ну, я не знаю, она у меня после бани сама всегда сохнет. Я никогда ее не вытираю. Что каждый раз вытирать-то, правильно? Ну, у отца тоже сама сохнет. А я что, лысый, что ли? Ну, повесил полотенце на шею, где голова-то, и все. И иду. Спокойно так. Ну, что, птицы классно пели так, ага, так. Я с ними еще попел маленько так. Ну, так, маленько. Вот он все перестал, слова забыл перестал петь. Иду так спокойно, молча, никого не трогаю. Ну, я после бани никогда никого не трогаю. То ли привычка дурацкая, не знаю. Ну, я постоянно после... Ну, никого. Ну, и отец у меня после бани тоже никого не трогает. Ну, мы же съем сейчас на разных концах деревни доживем. Он на том конце никого не трогает. Я на этом. Вот так, как салата, мы съем по полу в деревне не трогаем. До обеда. А после обеда кого трогать-то, Господи? Вся деревня спать ложится. Ну, правильно, мы же с отцом гулять идем. Ну, хотя в этот раз вроде не собирались. Спокойно так шел. Вот так иду. Это, знаешь, морда красная такая. Не знаю, она у меня после бани всегда красная пылит. Главное, у отца они красные. А у меня красная. Издалека видать. Ну, издалека видать, когда с бани дойду. Ну, наши бабы-то бывало смотрят, у меня морда красная. Значит, суббота, все. Ну, я так иду спокойно. Значит, это, ну, слышу сзади. Ну, шаги-то по себе, если хочешь. Слышу. Ды-ды-ды-ды. Оборачиваюсь. Какой-то парень ко мне бежит. С деревянным веслом в руках. Ну, шо, посмотрел, вроде как не нашимский парень. Ага. Думаю, он может что-то спросить хочет. Не-а. Ничего не спрашиваю. Прям не спросясь, с разбегу, как даст сюда вот. Прям по плечу-то. Ага. И у меня сразу все хрясь. И это все на свете сломалось. Это весло-то. Ну, ну. И шо стоит, смотрит. Мне говорят, ты че делаешь-то? Больно же. Иди отсидовал. Ну, он ушел. Быстро так. Бегом. Ага. А я думаю, ну, ни хрена себе припарка после бани. Вот он, думаю, ну, вдруг не меня искал. Ну, правда же, бывает такое. Ну, вдруг ошибся парень. Ну, учился, пусть он живет. Мне ж некогда завтра на работу. Ну, ну, и пошел, буквально два шага сделан. Слышал, опять дым-дым-дым-дым. Поворачиваюсь. Тоже парень. Только уже со вторым веслом. Я еще подумал, как он быстро так и вернулся-то. Может, то принес, конечно. Думаю, ничего же спрашивать не будет. Правильно? Думаю, надо эту сторону-то убрать, чем-то не второй раз-то. Ну, я так, это, значит, резко так убрал. А он по неубратой стороне как даст. Больно же, ебарасоте. У меня сразу вторая рука-то отсохла. Висят, как они, как, блядь, и я же ему даже показать не могу, что он дурак-то. Ну, ты чего в натуре, как тебя, козел? Че делаешь-то? Второе весло уже сломал. Чего же брести-то от седова? Иди давай. Ну, он ушел. А я знаю, у меня все настроение опустилось. Ну, птицы, можно сказать, уже не пели. Да там птица-то, господи. Воробьи. Нашлась мне тоже птица. Думаю, надо идти домой быстрее. Ну, хоть какие-нибудь компрессоры на плечи поставить. Ну, правильно, чтобы рассосалось это. Ага. Ну, и пошел, значит, без задней мысли. Ну, с передней мыслью иду. Слышу сзади. Оборачиваюсь. Ха. Та же самая картина. Только это. Весло у него это. Многоразовое. Дюралевое. Ну, он уже не ломается, только гнется. Я говорю, что ты, говорит, что в натуре совсем наглость потерял, что ли? Ну, а что, думаю, хорошо я попался, другого поубили бы давно. А потом думаю, а вдруг по голове? Надо же ее убрать. Я же без ее совсем работать не могу. Ну, я же на ее мешки таскаю. И так, значит, убрал ее так, резко так. Хы. Ха. Ха. Как даст по полотенцу. Ха. Подъем же шея. Ха. А может, дюралевое не ломаться. Ну, значит, это она погнулась, это весло-то в одну сторону шея, а в другую. Ох. У меня сразу так это, в глазах-то потемнело. Ни черта не вижу. Ну, что? Пальцами-то попытался глаза расшиперить. Ну, ничего не выходит. В потемках пошарил, пошарил. Ну, нету где-то пацана-то этого. Ушел, наверное. Ну, а прояснения-то начались. И тут прямо около, ну, возле тропинки смотрю, береза растет. Ну, не знаю, как сказать-то. Господи. Ну, в смысле, росла. Что-то отломил ее у корня, да и все. Угу, ну, привычка дурацкая. Ну, никогда посередке не ломаться. Все у корня, да у корня. Ну, взял ее, конечно. Чего, нервы же не дюраливые. Ну, так. За тонкий конец взял толстым. Господи. Неудобно сказать-то даже. Да так. Два раза. Первый и последний. Ну, что говорить-то, Господи. Ну, загнал всех в реку, да и все. Ну, как в прошлом годе два раза так же загонял. На будущем, наверное, опять погоню. Не знаю. Ну, как настроение будет у их. В этот раз еще интересно нашинских пацанов. Что в шесть попалось, а под горячую верезку-то. А выныривают из реки и еще интересуются. Мол, что своих в реку загнал. Интересные. Когда бы я их там сортировал? Мне же некогда завтра на работу. Ну, набежали, конечно, эти-то с повязками. Как их, Господи. Ну, эти дружки-то. Пойдем в милицию. Ну, пойдем, говорю. Я все равно по пути. Ну, живу-то рядом. Не знаю. Ну, ладно. Пойду я. А то нам завтра еще с отцом. Надо с утра сена маленько подкосить. А вы приезжайте к нам в гости. Просто так отдыхать. У нас природа классная. И мужики-то, в принципе, спокойные. Приезжайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Заслуженный артист России Алтай, природа неба, это алтайская душа, вселилась с детства у него в любовь к этой родине, любовь к людям, ведь вдумайтесь, все его персонажи, его роли, его песни, о чем? О любви к родине, о любви к людям, о чести, о совести, о достоинстве, о человеке таком, каким он должен быть на самом деле, без всяких плохих качеств. Сегодня мы вспоминаем этого замечательного человека, артиста-губернатора. Сейчас прозвучит песня, которая является, так сказать, неофициальным гимном Алтайского края. Вот как 12 лет нет с нами Михаила Сергеевича, а песня живет, 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 я думаю, будет жить еще долго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мой край для меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ху, Петька дурачок Седьмой раз женится Ну, ничего себе дурачок, да? Седьмой раз уже Одно и то же Леха Ну, этот вот И тот женился, шипсик вот этот 40 килограмм с документами А взял себе, что ты? Обхватить не могит Духи не сходятся Бегат вокруг нее радостный Трясется весь Я так что-то весной хотела жениться Да что-то разобрали всех девок Ее поросили Не, ну она была Не нравилось мне что-то Да рос там по пояс Лехи А Леха мне по пояс И Костя одни в ней Ходит, гремит на всю деревню Да больше На весь район А в этот раз познакомился С одной в бане Не, ну в смысле после бани, конечно же Говорю, заходи Настроение будет Можешь с вещами Она и зашла Что у нее из вещей-то было, мочалка да мыло Живем, хорошо так Интересы у нас с ней общие Ага, привычки там всякие Дурацкие Ну, я готовить не люблю И она тоже Я убираюсь раз в месяц А она вообще никогда не убирается Классно так, что? У меня морда после бати красная И у ней красная Нет, значит у матери у нее не красная А у ней красная Не знаю, мне нравится Вот недостаток только у нее один Дотроняйся до нее И самое главное не устает дышать-то Дышит и дышит с утра до ночи Нет, ну в смысле с ночи до утра Я уже на работе ничего не делаю Ну сил-то нету никаких Придешь с работы, она ляг отдохни Только ляг услышал Подходит рядом ложится Думаю, может что спросить хочет Нет, ничего не спрашивает Я говорю, ну ты что в натуре-то Совсем наглость потеряла? Ну сколько можно уже дышать-то? Пойдет, заплачет Ну мне же жалко ее Ну, пожалею ее Два раза Запоет, пойдет Пойдет по хозяйству Что-нибудь по хозяйству Минут пять Через пять минут слышит Подходит, опять ложится Ну, думаю, может что спросить Нет? Ой, думаю, хорошо я попался Другой бы помер бы давно Ну да, я сейчас пошел уже к врачу Говорю, ну ты дай хоть пилюль каких-нибудь Что бы она не дышала-то Ну, он мне выписал порошков Каких-то на месяц Я домой прихожу Она щи вставит Да я ей в тарелку-то все И что, на месяц-то высыпал Ну, думаю, может хоть сегодня То есть, хоть лет пять в тюрьме отдохнул Или хоть сегодня высплюсь А она щи доела Я сразу, вот, под одеялом Лежу, слышу Дын-дын-дын-дын Господи Я в окно и ходу от дома Сейчас, как вспомнили ее Ворта красная становится И сердце так Дын-дын-дын-дын Спасибо. 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 Дожери... Мясо везде продается... Их там... Импортное. А наши коровки до самых снегов, по полям, быкаются. Всю жизнь у нас так, иностранную скотину вперед пропускай. Не так, Чурин? А наши коровки никак конца дождаться не могут. А его при жизни-то не видели. Шутка ли? Один бык на три деревни. Подведут один раз в год. Он морду воротит, по сторонам заехает. Все беленьких искал. А этих пестреньких, красненьких, кто? Киркоров чурин? Не, ну сам-то он черненький был. Его же из Кавказа к нам привезли. Плохо по-русски мычал. С акцентом все. Вахтангом звали. А ваши мужики-то что вы думали-то? Эти национализаторы, блин. Сдавите. Перексе мазать. Стал залазить на крашеных-то. Козел. Ну, залезет, думает. Вспоминает. Что дальше делать? То ли память у него хреновая была, то ли хотел как лучше. Ну, хотел так как лучше, получалось так как всегда. Хреново получалось. Соскальзывал все. Хорошо, вот наш президент дальше не подсказал, что надо делать. Говорит, надо поддерживать своего производителя. Стали поддерживать. Перестал соскальзывать. А в соседнем районе бык был. Клинтона звали. О, что ты, любил он это дело? Оглобля не отгонишь. И пестреньких, и красеньких, и серобуромалиновых. На кур даже заглядывался. Да что ты, Иван. Бабы нашей стороной уходили. Ну, от греха-то. Ну, а что случайно же был? Его мимо птицефабрики провезли. В машине, в кузове. Через неделю ясо нашли. Шестнадцать килограммов. Все в деревне высиживали. Ну, высидели птицы бык какой-то. То ли рога на крыльях, то ли крылья вместо рогов. Что я все про говядину, да про говядину. Что со свининой по-другому, что ли? Игная вон лежит, все лучшие места занимает. А наши хрюшки до последнего по лужам хрюпаются. Ну, Игная же мороженая переморожена. Ну, никто же не знает, сколько ей лет. Моя-то не мороженая. Да когда ей морозится-то? Летом с дохода. Ну, на третий день нашли за сараем. По запаху-то. Ну, все, есть нельзя. Самим. Ну, понесли в последний путь. В магазин сдавать. Ну, не берут. Говорят, сертификат давай. Паспорт свинский. Я говорю, что вы трудовую книжку спросили и военный билет. Где ему возьму паспорт? Не, с 14-ти годов еще не было. Молоденькая умерла. Старушка. Ну, не берут и все. Ну, никуда нахрен без плату нельзя. Не, ну, нахрен-то можно. Ну, думаю, пойду уже. Хотел писать этому главному-то нашему. Туда-то, в Думу-то. Ну, патриоту нашему. Ну, только сел писать. Телевизор смотрю. Думу показывает. И этот, значит, патриот-то, которому жалиться хотел, на всю страну через Думу израильскую свинину рекламирует. Вал, свинья израильская. Вал, свинья израильская. Ну, что за дела-то, мужики? Ну, надо собираться, это не дело. Надо всем собраться в кулак. Ну, кто 10 рублей, кто 40. Ну, наберем больше их на рекламу. Будем сами ходить кричать. Вал, свинья российская пошла. Вал, свинья российская пошла. А иначе им просто давит, как перед нами. Согнает. Такая ситуация. Приехал мужчина, ну, житель села, фермер, на выставку «Достижение народного сельского хозяйства» в Петербург. И стоит таксилоид. А рядом с ним, ну, лицо кавказской национальности, грузины, стоит. И они, вроде как, разговаривают, каждая о своем и, вроде как, вместе. И на ярмарку приехал. За телками приехал. О, и я приехал в Питер, чтобы телка поиметь. Слушай, брат, каждый год в Питер езжет, столько денег потрачивает, а? Ну, раз много денег кладешь, наверное, отдача от них есть. Да, конечно, брат, когда деньги есть, отдача сразу есть. Ну, и то верно. У нас же как, если в отемке отдачи нет, то мы ее под нож. А, как? Сразу зарезаете, да? И потом куда? Земля закопаете? Зачем добро закапывать? На куски режем, едим. А милиция? Куда смотрит? Милиция куда смотрит? Туда и смотрит. В руки. Лучшие куски забирают. А родственники кровь на месть? Да заразайте, родственники, мясом не поделись. Это как кровь на месть начнется? Вон, в уборную дрожжей накидать могут. А в Питер зачем приехал? Что у себя все телка позарезали, да? Да мне племенная нужна. Есть в Питере племенные телки? О, брат, да конечно, за хорошие деньги совсем пламенные станут. Слушай, дорогой, я нисколько не трепаюсь, но я могу иметь сразу две телка. А у меня меньше пяти никогда и не было. А сосед мой с десятью справляется. Ну, правда, ему сынишка малой помогает. Приходит со школы и бежит папке помогать. Слушай, такое здоровье даже дядя Гоги не имеет. Слушай, у вас, наверное, какое-то питание секретное есть. Как брата, прошу, поделись, скажите, что кушаете? Че кушаем, че кушаем? Да то же, что и все. Хлеб, сало, картошку с хреном. Вау, как с хреном? От кого хрен? Чей хрен? Чей-чей. У меня свой растет. Как свой растет? А у меня давно не растет. Так ухаживать надо. Может, насекомым, как и вредный, завелися. Точно насекомым, завелися. Такой вредный никак поймать не могу. Так ты их пестицидами, ну, дустам на худой конец. Присылают тебе пестициды? Нет, не надо пестициды. Дуст присылай на этот худой конец. Пускай поправляются. Слушай, брат, мне белая тёлка нравится, а тебе? А мне всё равно. Лишь бы здоровые были. Вау, здоровых любишь. Слушай, знаю одну. Два метра семь сантиметров. Острый ресторан на Кавказ-Паселце. За десять долларов можешь заиметь. Здоровый. И за десять. Не брешешь. Точно всё здоровое. И зубы здоровые. Мамой клянусь, всё здоровое. Зубы такой здоровые. Во рту не помещаются. О, здорово. Можем сейчас вместе и рванём. Да, конечно, брат. Зачем нам откладывать на завтрак? Кого можно село печить? О, здорово. 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 Продолжение следует...